Флаги ВДВ в окнах проезжающих автомобилей, молодые и не очень мужчины в тельняшках и голубых беретах. Если вы это видите на улицах любого города России, значит можно не смотреть в календарь. На дворе точно 2 августа и это праздник десантных войск. Абакан не исключение. К 10 утра те, кто может, собираются в Черногорском парке. Вспоминают службу. 40 лет назад надел берет Владимир Кузьмин, попал в Нарафаминский отдельный полк, прыгал с парашютом более 10 раз. Я на УЗД связи полка не слушал. Постоянно дергали, постоянно прыжки. Интересно, конечно. Нормально слушал. На митинге вспомнили о роли десантных войск, которые были созданы 86 лет назад. Первые десантирования проходили прямо с крыльев гигантских бомбардировщиков. И к началу войны было создано несколько десантных корпусов. Но настоящий расцвет ВДВ пришелся на 70-е, 80-е. Тогда, как казалось бойцам, невыполнимых задач перед десантом не было. О войсках снимали фильмы, писали повести. Кстати, одними из первых в Афганистан тоже вошли десантники. И с честью выполняли свои задачи. Несколько лет в Абакане был расквартирован полк и бригада. Потому в Хакасии так много, более 2000 ветеранов-десантников. Но последнее время призывники из Хакасии служат в крылатой пехоте в других регионах. Мы с друзьями отдыхаем сюда цивильно. Не то, что там, как говорят, что десантник быдло напивается. А прыгаем, едем, прыгаем с парашютом. Там много и ветеранов прыгает, и стариков, и молодых. И девушки сейчас стали тоже очень часто появляться в беретах, тоже прыгают. Митинг завершился награждением ветеранов юбилейными медалями в ВДВ и возложением цветов к памятникам павшим в Великой Отечественной и Локальных войнах. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.